Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетса, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, центральной темой на финансовых рынках остается новый штамм коронавируса омикрон. Причем вопросов с каждым днем все больше, очень мало информации. Нам, как инвесторам и нормальным людям, конечно же, хочется понять, насколько заразен является этот штамм, насколько активно он распространяется и, может быть, даже самый главный вопрос, устойчивы ли вакцины, эффективны ли те вакцины, которые нам известны на данный момент, Pfizer, Moderna против новой вариации вируса. Потому что если нет, то нам придется, мы будем вынуждены, опять же, обсуждать самые негативные последствия для глобальной мировой экономики. Это серьезные ограничения в перемещении людей, ограничения мобильности, жесткие меры социального дистанцирования, именно ухудшение транспортной ситуации, если сделать, опять же, сейчас акцент на рынок нефти. Падение потребительской активности, локдауны, друзья, и, опять же, если далеко не отходить от нефти, именно она будет антивыгодоприобретателем, главным всего вот этого новостного фона, потому что на этом новостном фоне прежде всего просядет спрос на угли водорода. Я думаю, что в ближайшее время Всемирная организация здравоохранения, безусловно, даст больше информации, и мы с ней продолжим работать. Ну а пока что новый день, это новые случаи омикрона. Вчера появилась информация о том, что выявлены случаи в других странах ЕС, в Дании, Швеции. Но, опять же, мы изначально с вами настраивались на то, что это лишь вопрос времени, потому что из-за интенсивных туристических потоков, после того, как были сняты ограничения, как последствия последних волн ковида, все это привело именно к распространению вируса. Теперь нужно следить за развитием событий, смотреть за тем, как правительство, государство будут сдерживать распространение инфекции, будут ли они вводить ограничения, такие, как были введены в Австрии, будут ли это какие-то дополнительные жесткие меры. Но все сейчас идет к тому, что, скорее всего, друзья будут. Это, конечно же, негативный фактор для рисковых инструментов, вы это должны понимать. Я не знаю, какими активами вы торгуете, но я думаю, что если вы следите за моим аналитическим творчеством, ну, по крайней мере, точно можете разделить активы на защитные и рисковые. Поэтому текущий новостной фон – это тот фон, который явно не располагает спросу, росту рисковых инструментов. Сейчас инвесторы делают акцент на защитные активы, переводят капиталы, перераспределяют, диверсифицируют портфель, иены, франк, американские облигации. Вот, это тот пул инструментов, который сейчас в фаворе. Мы в последнее время несколько ограничили список торговимых активов. Я рекомендовал вообще сфокусироваться только на евро, опять же, на снижение этого актива. На золоте, потому что золото пока не оправдало себя как тот инструмент, который может выстрелить в текущих новостных реалиях, потому что, опять же, не выдерживает конкуренцию сейчас с американскими облигациями. Но все может измениться, как только все это изменится, друзья, я вам обязательно расскажу. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета. Это EDP в 15.15 по московскому времени, статистика по американскому рынку труда. И в 17.00 очередное выступление Паула в Конгрессе. Хотя вчерашний день это просто взрыв волатильности на финансовых рынках, и комментарии Паула перед Банковским комитетом затмели в плане реакции на рынки даже весь новостной фон, который был вокруг омикрона. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я хочу отметить, друзья, то, что мы знали, что Паула выступит перед Банковским комитетом, хотя предположили, что его слова не будут пестрить какими-то нововведениями, из-за которых можно было бы скорректировать рыночные ожидания относительно темпов сокращения экономических стимулов. Но ФРС умудрился в лице Паула перевыполнить норматив именно по поддержанию стабильности на финансовых рынках, потому что ФРС позволил себе комментарии, которые, мне кажется, являются даже сейчас довольно странными в условиях вновь актуального риска, связанного с новым штаммом ковида. Потому что раньше были экономические реалии, условия, когда ФРС мог бы пойти на ужесточение монетарной политики. Сейчас же у любого регулятора, перед любым регулятором, стоит большой вопрос, и он находится в крайне непростых условиях, потому что инфляция зашкаливает, и с инфляцией нужно бороться. Каким образом? Корректируя монетарную политику, сокращая экономические стимулы, ужесточая монетарный режим. Но такие меры, когда экономика вынуждена сейчас бороться с новым штаммом, являются абсолютно недальновидными. Посмотрим, к чему все это приведет. Возвращаясь к ФРС, что же такое было сказано, из-за чего доллар резко укрепился, риск в моменте, вы наверняка это увидели, столкнулся с серьезными распродажами. В частности, пара евро-доллар, которая претендовала на тестирование отметки 1.14, после комментария Паула свалилась больше, чем на 150 пунктов. Сейчас котируется на отметке 1.1332. ФРС признал, что ошибался, когда полагал, что рост инфляции является временным явлением. И сам факт признания неправильного отношения к инфляции сделал свое грязное дело и заставил ФРС продолжить, опять же, разворачивать, раскручивать вот эту цепочку рассуждений. В частности, ФРС отметил, что при текущих темпах роста инфляции фактически у него не остается других возможностей и иного выбора, кроме как интенсивнее сокращать программу количественного смягчения. И многие, друзья, всерьез полагают, что это как раз анонс изменений, который произойдет 15 декабря по факту заседания американского регулятора, когда ФРС может вдвое срезать программу QE, и это, разумеется, приблизит месяца на 3-4 первое повышение процентной ставки в США. Поэтому мы ранее с вами настраивались на то, что скоро придет конкретика по перспективам монетарной политики в США, и мы сделаем акцент, в связи с этим, на то, как нужно действовать по доллару. Поэтому после таких заявлений, конечно же, у доллара теперь есть все условия для того, чтобы сохранить восходящую динамику. И поэтому я напоминаю вам, друзья, что евро и прочий риск, каким вы можете торговать оппоненты доллара, явно смотрится сейчас на обновление локальных минимумов. В частности, по европейской валюте 1.1332, как я уже отметил, текущие котировки. Я жду снова тест 1.12, и допускаю, что пара евро-доллар в ближайшие пару недель в рамках даже этого года сможет добраться до поддержки 1.10. Ситуация с ковидом, крепкий, сильный доллар, и перспектива более жесткой и более жесткой монетарной политики, которая будет меняться опережающими темпами, чем те, которые мы будем наблюдать по корректировке режима в рамках Европейского Центрального Банка. Хороший фундамент, друзья, чтобы шортить евро. Золото 1779, лоу вчерашнего дня был 1700, точнее сейчас 1779, но вчерашний минимум был 1769. Цель 1750 актуальна. Я думаю, что при текущей поддержке рыночного позиционирования действий толпы наши подходы к трейдингу против толпы мы сможем добить до данного ценового значения. И рынок нефти 71.11, лоу 67.48. Это бренд. Вчерашнее снижение было максимальным с марта 2020 года. И обвал рынка нефти произошел в тот самый момент, когда генеральный директор компании Модерна, выступая, давая интервью Financial Times, официально отметил, что вакцина от Модерна будет, скорее всего, неэффективна против Омикрона. И это, пожалуй, как раз тот самый момент, который окончательно ухудшил рыночное настроение, привел к снижению американского фондового рынка и еще больше подорвал. Рыночный, еще остававшийся оптимизм относительно того, что не все так плохо. Пока что, друзья, все выглядит так, что дальше будет хуже. Поэтому ставку на шорт риска и на поддержку защитных инструментов давайте транслировать и дальше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!